Здравствуйте! В эфире «Время жить»! Программа о последних достижениях в области медицины. Сегодня вы увидите, как легко и быстро бросить курить. Проект «Жизнь без сигарет». Бородавки, папилломы и другие новообразования. Как их различать? Шишка на большом пальце. Какую обувь лучше выбрать? Выкурить последнюю сигарету в жизни достаточно просто. Нет ничего проще, чем бросить курить. «Я делал это тысячу раз», – писал Марк Твен. «Так как же не закурить снова? Об этом мы расскажем в нашем следующем сюжете». Несколько дней назад Дмитрий Ефимов стал участником проекта «Жизнь без сигарет», который проводит наша телекомпания «Кород» и Рязанский областной наркологический диспансер. Напомним, Дмитрий – курильщик со стажем 8 лет. Он же был на приеме у врача. Ему выписали гомеопатические препараты для того, чтобы ему было легче отказаться от сигарет. Также доктора провели транскраниальную электростимуляцию, при которой в мозге активируется продукция выделения бета-эндорфина. Именно его иногда называют гормон радости. После процедуры наш герой почувствовал себя лучше. Курить в тот момент ему не хотелось. Но прошло уже несколько дней. Пора узнать, как чувствует себя Дмитрий сейчас. Курить – да, тянет. Честно. Даже приобрел себе электронную сигарету. И вот если не куришь электронную сигарету, то тянет постоянно есть. Ты ешь, 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 ешь. Но не толстеешь. А воздержание вообще было после того? Да, конечно. Я вот вчера, точнее позавчера мы были здесь, да? Позавчера ни-ни, вчера ни-ни. Вечером только. И сегодня с утра. И сегодня с утра. Тяжко было. Беседа с врачом – обсуждение сложившейся ситуации. И так, какой же итог мы на сегодня имеем? Электронная сигарета, по сути дела, то же самое, как курение. То есть процесс, как таковой ритуал, остается, с одной стороны, что поддерживает желание заниматься данным процессом, да, курения. Это во-первых. А во-вторых, нередко думают, что вреда от данного процесса, то есть вида курения нет. Но, как показывает исследование, что, во-первых, обнаруживаются токсические вещества, включая канцерогеном, обладающим канцерогенным эффектом, да, и плюс еще даже в тех картриджах, где заявляются производителями, что не содержит никотина, он в ряде картриджах присутствует. То есть, по сути дела, человек продолжает так же курить. Конечно, бросить курить непросто, но можно. Главное – иметь осознанное желание. Врачи наркологического диспансера уже определили оптимальные пути преодоления никотиновой зависимости для Дмитрия. Работа продолжается. На сегодняшний день можно сказать, что в прошлый раз он все же пришел неподготовленный, да, то есть к лечению не было воздержания. Раз. Во-вторых, как я уже говорил, первое время срабатывает психологические стереотипы, что провоцирует желание курить. Поэтому тут мы продолжим работу в этом направлении, чтобы человек перестроился на, скажем так, спокойную жизнь самочувствия без все-таки курения. И приговорим насчет электронной сигареты. После беседы с врачом Дмитрию вновь назначают транскраниальную электростимуляцию. Она оказывает нормализующее воздействие на ряд нарушенных функций организма. Снимает напряженность, чувство тревоги, различных страхов. Эмоциональный фон приобретает положительную окрашенность. Во время сеанса пациент испытывает состояние покоя, мышечного расслабления. После процедуры мы узнали, какой у нашего героя дальнейший настрой. Собирается ли он бросить курить. У меня есть желание. Я же прихожу сюда. Тем более второй раз. Дмитрию оставляют прежние назначения. Он будет дальше принимать гомеопатические препараты, которые поддерживают общее самочувствие. Обычно на третий-четвертый день после их приема уже лучше можно почувствовать их положительное влияние. Должна дать эффект и транскраниальная электростимуляция. Первая процедура была подготовительной. Можно так сказать, она занимает 20 минут. Сегодня уже такая основная процедура, которая занимает 40 минут. Продолжительное время проводится. Да, та же самая процедура, но она обычно дает уже больше эффекта. То есть, более продолжительное время проводится. И большие, скажем так, положительные результаты как раз отмечаются на второй процедуру. Начиная со второй процедуры. То есть, дело в том, что в зависимости от степени нарушений кому-то требуется курс, то есть несколько процедур провести. С положительным настроем на то, что бросит курить, Дмитрий отправляется домой. Мы встретимся с ним через некоторое время. И уже в следующей программе узнаем, как он себя чувствует без сигарет и нужна ли ему будет еще поддержка. Мы живем во время, когда любое образование на теле может вызывать опасения. Конечно, не все, что появляется на коже – повод для переживаний. Например, большинство родинок спокойно и безопасно присутствует на теле множество людей. При этом порой становясь изюминкой и своеобразным украшением. Папеллом уже и другие новообразования важно вовремя выявить и лечить. Бородавки – самые невинные наросты, спровоцированные вирусом папиллома человека. Ими пугали те, кто хотел потрогать лягушку. Поэтому, если не лично, то понаслышке люди знакомы с ними с детства. Сами бородавки также представлены несколькими типами, которые выглядят по-разному и образуются на разных участках кожи. Вирус папиллома человека на коже вызывает достаточно четко очерченный перечень заболеваний. Прежде всего, это так называемые вирусные кандиломы. Или, как их иногда в простонародье называют, вирусные бородавки. Возникают они на коже только при непосредственном контакте больного человека со здоровым. И в настоящее время это, в общем-то, не является какой-то серьезной проблемой для драматологов. Потому что мы умеем лечить и удалять эти образования так, как это нужно делать правильно. Другая проблема в том, что люди часто путают некоторые образования на теле, которые часто появляются в области шеи и в подмышечных впадинах с папилломами. На самом деле эти обухоли называются мягкие фибромы. И они никакого отношения к вирусу папиллома человека не имеют. А связаны лишь только с тем, что в коже женщины или мужчины имеет место либо избыток, либо недостаток половых гормонов. Если речь идет, естественно, о мужчине, то это мужских половых гормонов. Если речь идет о женщине, то это женских половых гормонов. И к вирусу папилломы человека именно вот эти свисающие маленькие, как их называют иногда папилломы, никакого отношения не имеют. Вирус папилломы человека вызывают достаточно очерченные кровозаболевания. И эти так называемые бородавки обычно встречаются все-таки на руках. Доброкачественные обухоли кожи фибромы не опасный, но неприятный и устранимый косметический недостаток. Иногда при травме, бритье, раздражении одежды, ювелирными изделиями они могут отрываться с незначительной болью и кровотечением. Никаких опасных осложнений при травме не описано. При правильном и своевременном лечении этого косметического недостатка прогноз, как правило, благоприятный. В 95% случаев происходит полное излечение от новообразований. Кстати, для лечения фибром применимы те же методы, что и при удалении бородавок. Мягкие фибромы – те опухоли кожи, которые чаще всего располагаются на шее, в подмышечных впадинах, имеют мягко-эластическую консистенцию в виде маленьких свисающих мешочков, которые в простонародье не совсем корректно, опять же, называются папилломами. Это априори доброкачественные опухоли кожного покрова, которые, даже если они имеют коричневый цвет, не несут на себе никакой онкологической нагрузки. Почему? Потому что в них нет пигмента. Ни пигмента, ни тех клеточек, которые его делают. И поэтому эти абсолютно доброкачественные опухоли никакой онкологической нагрузки на себе фактически не несут. Мы в настоящее время успешно с ними справляемся, как правило, с помощью электрокоагуляции. Это современная методика воздействия высокочастотным переменным или постоянным током на ткани организма, которая позволяет удалять патологические образования, контролируя степень и глубину воздействия. Так что если у человека обнаруживается фиброма, то ее можно совершенно и не лечить, и жить себе спокойно. В случае же, если она вызывает чувство дискомфорта, например, в местах трения, или придает явно неэстетический эффект, к примеру, на лице или шее, то ее вполне безболезненно можно удалить современными методами. Многие из нас сталкивались с проблемой при выборе обуви из-за выпирающей шишки на большом пальце. Но не все знают о природе возникновения этого заболевания и его возможных последствиях. В следующем сюжете расскажем об этом. Искривление большого пальца стопы, косточка, шишка или нарост – бич многих женщин. С этой проблемой борются уже многие века. За это время придумано множество приспособлений для восстановления прямой позиции первого пальца. Однако проблема все равно остается не только одной из самых болезненных для людей, но и, пожалуй, самой эстетически некрасивой. В настоящее время вот эта вот форма статической деформации связана в первую очередь с неправильной обувью, с неправильным как бы ношением обуви. Определенная наследственность прослеживается в данном заболевании. Ну и также отягощающий фактор – это образ жизни. То есть если там человек длительное время находится на ногах, много ходит и определенный образ жизни ведет, это первый момент. Второй момент – если у нас, значит, происходит изменение статики стопы в разные периоды жизни, то есть если человек там набирает вес, худеет. К искривлению большого пальца стопы нередко приводит плоская обувь. Поклонникам модных кет и уги придется пересмотреть свои вкусовые пристрастия, ведь такая обувь может привести к деформации большого пальца стопы. Должен быть обязательно небольшой каблук в размере 3-4 сантиметров. Шпильки тоже – это не совсем правильно, это нежелательно, но я думаю, ничего страшного будет, если там девушка либо дама на какое-то дефиле вечернее оденет обувь с каблуком 5-6 сантиметров. Это не критично, хуже, когда постоянно ходят в плоской обуви. Поэтому мы бы рекомендовали небольшой каблук как для мужчин, так и для женщин в размере 3-4 сантиметров для постоянного ношения. Шишка или косточка в основании большого пальца стопы является одним из распространенных проявлений поперечного плоскостопия, но не только. Подошвы на поневроз, у нас такое очень мощное сухожилие расположено на подошве, с течением времени по разным причинам может в нём происходить дегенеративные изменения, и она свою функцию стабилизирующую не выполняет. Стопа как бы начинает потихонечку распластываться, потому что в норме у нас на стопе два свода, продольный и поперечный, и когда вот эти вот оба процесса происходят, один причём с другим взаимосвязан, происходит искривление большого пальца, он как бы начинает отклоняться чуть-чуть к наружу и поддавливать второй палец. Основная профилактика заболевания – требовательное отношение к обуви. Нужно следить, чтобы она была хорошего качества, из настоящей кожи и с жёсткой колодкой. Обязательно должен присутствовать супинатор, потому что именно он является компенсаторным удерживателем продольного свода стопы. Если деформация прогрессирует, пациентам рекомендуют носить специальные стельки. Также, к всему прочему, на первых стопах, стадиях заболевания, если есть некоторый ещё запас для того, чтобы не допустить оперативного лечения, то можно использовать различные виды вставки, которые пациенты носят между первым и вторым пальцем. Есть даже такие варианты облегчённого ортеза, мини-ортеза на первый плюснефалонговый сустав, когда можно палец в гиперкоррекции выводить. Однако, если заболевания прогрессируют, и специальные стельки и вставки не помогают, приходит очередь хирургов-ортопедов. Существует около 200 видов оперативного лечения для решения проблемы. Все они делятся на основные блоки, то есть те, которые можно только на мягких тканях выполнять. Это, как правило, выполняется при первой-второй стадии заболевания, когда мы можем при помощи сухожильных пластик различных решить эту проблему. Но основное количество пациентов приходит к нам уже с запущенными вариантами. Здесь уже приходится реконструировать весь передний отдел стопы. То есть это связано с различным видом остеотомий, резекцией вот этих вот шишек и перемещением транспозиции сухожилия. Такое заболевание, как деформация большого пальца стопы, не очень распространено. Оно занимает в общей ортопедической концепции порядка 5%. Но операции при деформации большого пальца стопы в АКБ выполняются по 3-4 практически каждую неделю. Это говорит о том, что направление действительно востребовано. Многие из нас, кто хочет изменить свой образ жизни, бросить вредные привычки, избавиться от лишнего веса, нередко долго к этому готовятся, откладывая на завтра. И напрасно. Самое время заняться собой сейчас. Начните делать зарядку. Есть полезную еду, радоваться солнцу, зеленой травке и каждому прожитому дню. Редактор субтитров А.Семкин